мы вышли из кафе под названием комбинат могу сказать что еда посредственная мне не понравилось и последнее время не знаю все рестораны какие-то посредственные вот есть у вас ресторан который вам запомнился и прямо вы считаете что это вау я могу назвать два ресторана это в ингушетии мы были в кафе где мы ели хинкали и салат из баклажанов панировки очень вкусные два толстяка назывался я до сих пор вспоминаю до сих пор хочу те самые хинкали я знаю что белграде есть несколько заведений с хинкали но не уверена что они оправдают мои ожидания и также когда раньше когда давно я еще не знала сергей на пятицкой был ресторан под названием поездом и там я первый раз попробовала десерт под названием профит роли не профессионал нет он меня так впечатлил я просто в шоке была от вкуса профит роли это вообще нечто а у вас есть такие ассоциации я вот за последнее время не могу сказать что мне понравился безумно какой-то ресторан не тот который открыли русские не тот который сербии если знаете это просто конец года 23 в 24 сразу будут новые вкусы сразу все начнется по-другому если знаете рестораны в сербии с эффектом вау прямо вы пришли и офигели от этого блюда посмотрите в макси уже продают на бадни дан на божич вот сжечь вот эти значит дубовые штучки веточки букетики и вот такие веночки такая милота мне вообще очень нравятся какие-то традиции мне кажется это очень классно и мило когда вот у людей есть традиции они их соблюдают какие-то ритуалы это это здорово вот выбирайте выбирайте набор с бонусом с грецким орехом здесь вот побольше что это за что дуб это это самое наверное пшеница может это ячмень ячмень пишите нам что это такое это очень классно это очень классно но жаль что мы в этом году не сможем попасть на бодняк потому что нас не будет в этот момент сербии смотрите вот это одна из тех историй когда александр не может этого просто никаким образом отпустить и что конечно же к нам к нам кто-то к нам кто-то пришел вот он кто-то лег и и конечно же надо его покормить голубой глаз скажи еще раз что сосиски можно и собаки могут вообще сжать все что угодно с ними его рожицу посмотрите какой он милый он ест все но милый он как джей прямо держит лапкой но милота сергей напишите в комментариях вы подкармливаете собачек но только не говорите что типа они будут сбиваться в стаи вот он один или она не знаю бегает ну как его не покормить я считаю что нужно кормить короче песик которому покормить взял свою сигару и ушел прячет прячет нычка давай прячь лучше чтобы никто не нашел свою сосиску на весаде есть магазин большой китайский называется элефант сити если вы что-то ищете вот здесь большой выбор всякого товара ну разного все что вам надо и одежда новогодние какие-то украшения упальники тапки обувь вот там новогодняя тема с елочками я пришла посмотреть если тут все таки что-то свитер или футболка с новогодней историей как ксюша просила но естественно я не буду брать что-то дорогое но это какое-то уродство не мне не нравится это убожество это все убогое две хилле да тем более не буду это брать рожки мы же уже ей купили ну нет нет не нравится даже снеговики отвратительные деда мороза какие то не очень еще и музыка играет давай выходить отсюда мне не нравится уже просто тут продают носочки носочки чё почем они какие то как будто синтетика вот я беру себе периодически носки я ношу только белые если что если кто захочет мне дарить носки дарите мне только белые короче они протираются моментально то есть на пятке дырка это это синтетика или все-таки нет смотрите какие свечи у нас кстати на окнах у многих в старой пазове именно такие свечи стоят как думаете почему посмотрели тут интервью очередное гордона который не тот гордон который мужское женское другой гордон который женское мужское лысый такой короче и он брал интервью доктора комаровского мне вообще нравится доктор комаровский его позиция я читала его когда перед тем как ксения родилась советы какие-то и доктор комаровский сказал что в украине все время задумываюсь как надо в стране в украине семьи он переживает что зачастую семьи живут по таким принципам что муж зарабатывает а женщина готовит следить за детьми и решает что будут делать дети что они будут носить есть на какие секции ходить и между собой муж и жена фактически никогда не общаются не говорят о каких-то темах не обсуждают ничего не имеют общих интересов вот для меня это странно потому что в нашей семье абсолютно не так еще он это взял наверное из каких-то своих анализов каких-то своих знакомых я не знаю вот он так сказал что я другого товарища смотрел который говорил сейчас женщины так рвутся за независимость все идут на работу все что-то там делают и мужика делают таким женственным чтобы он постоянно следил за тряпками менял пеленки а потом они хотят чтобы мужик был мужественным может все-таки чтобы женщина лучше дома сидела а Комаровский говорит нет нет Комаровский говорит чтобы муж и жена одинаково участвовали в жизни семьи то есть обсуждали что-то общались между собой имели общие интересы досуг и так далее он считает что многие семейные пары встречаются за ужином и молчат у них нету ничего общего то есть они просто сожительствуют он приносит деньги она готовит ужин на этом их общение заканчивается как в вашей семье но они же как-то сошлись ну потому что так надо потому что мама сказала пора жениться на нас так портавщицы из магазина посмотрела но лучше пойдем пишите как в вашей семье происходит а то она ждет когда мы на ней будем жениться и 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 Субтитры создавал DimaTorzok